Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Молодая пряха у окна сидит, молода, красива, карие глаза, по плечам развита Арусая коса, по плечам развита Арусая коса Субтитры делал DimaTorzok 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 житейскую. Ведь на своем веку много они всего повидали. А веточки посредине, это наши родители. А веточки в солнышко тянутся, это наши дети-внуки. А птички вожьи-то голубки, поют о счастье, о радости, потея на земле. Здесь обеденный стол, а вот где иконки, это красный узел. Самое главное место в избе. Почетный угол сюда сажали только самых-самых почетных гостей. У меня сегодня четверо, там почетно гостей сидят. В честь и хвала вам, почетные гостюшки, долгие вам лета. А если почетных-то гостей там не было, сам место занимал детка с бабкой. Как раньше считалось, стол-то это божья ладонь. А что на столе-то-то Бог послал. И за столом детям нельзя было разговаривать. Взрослым было можно, да и то полголоса. А смеяться за столом, ругаться, кричать, это строго запрещало. И дед у нас строго следил за порядком. И наказывал провинившихся, невзирая на возраст. А как нас дед наказывал? Ложкой полбу. Иной раз у деда и лошка разлетала. А иной раз на вбуты и шишка вскакивала. И выгоняла за стола. Говорил, до следующего дня к столу не подходи. А еще знаете, за что получали? Это сейчас каждому тарелочка подается. А раньше-то одно большое блюдо ставили на средину стола. И все-то кушали из одного блюда. А первым-то начинал кушать старший в семье. А старший-то у нас был дед. А нам детям есть захочется. Ложку-то быстрей, что хлебку-то, да вперед-то деда. А дед-то тебе тресь к полбу-то. Не лезь вперед, старший-то. Когда уже все начали кушать, подчеркнулась, ложечки-то нечаянно капнула на стол. Каждый тебе ложкой полбу из-за стола выгонит. Учеркнула и не проливая. Быстренько кусочек хлеб по подложечку подложить. Чтобы не одна капелька на стол не пролила. Вот такие. Раньше были строгие порядки за столом. Летом, конечно, у семьи работы было очень много. Огороды были какие большие. Сколько нужно было вообще на зиму заготовить. Сено для скотины. Везено-то сами сеяли. Как пословица-то говорит, что летом посохаешь, что зимою полохаешь. На зиму-то, конечно, отдыхали побольше. Да и праздничков зимой побольше. Вот, например, парни-девушки собирались на сосиделки в какой-нибудь избу. А везде-то шли со своей работой. Не только попеть, да поплясать. Парни лапки плели. Так, у кого хочется, где у меня? Эти. А девушки шили, вяжали, вышлевали. И парни-то к девушкам тоже присматривали. Засмотрели-то не на лицо. А на руки смотрели, что руки-то делают. Вот смотрит, какая рукодельница-то хорошая. А то и лениться будут. А там девчоночка сидит, ничего не делает. Таких раньше надевали обидным словом. Ля-лява. Неумеха, значит. Ленивая. Парни-то подойдут к ней и скажут. Ой, девчоночка, подрастешь немножко. Женишь-то на такой дуре прякия, да ты не сошьешь мужу рубаху и свататься-то к ней никто не будет. Вот у нас пёси раньше полноценной невестой считалась только до 19 лет. В 20 лет считалась уже перестарок. Не мог посватываться либо вдовец, либо пожилой человек. А в 25 лет таки вообще старая дева. У нас раньше называли випо-вухо. В ней вряд ли кто посватывается. И честь и хвала той свати, которая сросла от 25 лет и летит. Так, и сейчас я вам покажу обряд. Так, мне нужно пару. Выходите, пара. Паренёк на пенёк. Паренёк на пенёк. Паренёк на пенёк. Так, девушки, идите сюда. Вот на посиделках. Девчоночки-то сидят всю, вяжут вышивать. А к паренькам-то приглядываются. Вот девчоночке понравился паренёк. А как показать, что паренёк-то ей нравится? Она брала в руки веночек. Выходила и пела. Ой, веночек, ой, веночек, травы луговые. Ой, лёли, 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 травы луговые. Кова люблю, кова люблю, того поцелую. Ой, лёли, 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 того поцелую. Ждёт? Моему дружку да на головушку. Деваем веночек ему головку да. О, какой-то дик. Вот девочке понравился паренёк веночек одела. Пареньку-то нравится. Вот какая красивая. Веночек ей делаем. Пара молодая, любованная. Деньгом старинный, старинный напутствие. Сначала женихом. Жениться, не лапать одеть. Жениться, переродиться. От пожара, от потопа, от злой жены Боже сохрани. И слушай. Маме волю дать не унять. Поняла ли? Да. Смирение девичье жерелье. Девиче забота гулянка. А у бабы хозяйки пироги в печи, да дети на печи. Добрая жена дома сбереживала. Как плохо я рукавом раскресила. Звая жена сведёт мужа с ума. Как миленько не будет свой. Так. Смерть жена Богом суждена. Первый брак закон. Парни должны жениться, девки замуж выходить. Второй брак по нужде, когда умирает муж или умирает жена. Третий это брак раз в раз. Четвёртый это брак миленькие. Житие то есть свинское. Так что чтите на будущее. Спасибо. Так. Не будьте уходить. Так. Мне будьте помогать. А если не понравилась невеста? Так. Вот например. Девушка парень кушает. Паренёк девушке понравился. Нам веночек одела. А ему другая нравится. Веночек он одевает другой. Которая ему нравится. Так. Миленькие. Так. Пойдёмте со мной. Миленькие. Миленькие. Кстати. У меня здесь есть прямо здесь. Но. У меня здесь есть Yashko . А если если поbox будет лепесток, то это лечится вот этим жиром, который поступает к спичкалитному очагу и блокирует его и останавливает. Поэтому живет страус 50-75 лет Вот такой вот семьей Это в неволе Один страус, самец, вот он черный И две самочки Каждая самочка каждые два дня Несет одно яичко Весом от всего 2 до 2 кг Вот в середине вольера яма Это гнездо страуса Куда Снимай Писю-писю Молодчик усудить Писю-писю